эту всю историю и значит скажем о чем я вот хочу тут что-то оставить допустим вот эти все универсальные свойства с вами универсальный свойства с вами Ну вот, значит, ситуация такая, что у нас есть Декартова монада, действующая на категории C, на C с пуллбэками, вот, Декартова. Ну вот какие могут быть примеры? Ну, значит, с одной стороны примером может быть, ну, три примера мы будем иметь в виду, значит, которые интересны. Интересно, значит, первый пример — это мон на сец, вот, второй пример — это вот это омега-н на глобулярных n множествах, и третий пример — оп, свободная операда на несимметрических последствиях. Вот я когда говорил про эти свободные операды, я, значит, там вам сказал, что оно дает, естественно, какую-то монаду и на симметрических последствиях, и на несимметрических, и я сказал, что они обе, значит, Декартовы, вот, судя по всему, это было неправда, то есть на несимметрических она Декартова, и можно и симметрические операды моделировать таким образом. Давайте, сейчас мы об этом не будем, я когда буду говорить про вот n операды, это вот называется op-бесконечность, ну и четвертое на самом деле op-n тоже, ну, тоже будет Декартовой монадой, и вот это вот наш такой, на самом деле, основной список примеров, но, в общем, мы пока доказали только Декартовость вот этого, потом, более того, как вот вы правильно заметили, мы по-хорошему должны были доказывать моноидальность, то есть что алгебра над монадой — это в точности там, в данном случае, там, моноидальные категории, там, n категории и так далее, операды, ну, вот это мы тоже не сделали, но это, с другой стороны, можно, на самом деле, будет потом на экзамен вывести как какие-то задачки, потому что, ну, есть там некая теорема же Бека, вот, или как она называется, ну, короче говоря, это можно будет потом, например, к этому вернуться в виде задачек. Вот, хорошо, значит, да, и у нас, значит, вот есть такие вот, вот это вот internal, то, что называется Tc, это, значит, internal внутренние категорные, ну, категорика T-алгебра, ну, то есть внутренние, бывают внутренние категории, а бывают внутренние категорные T-алгебры, вот, это вот, значит, как бы типы моноидальных категорий, и так далее, вот, они у нас образуют, ну, в прошлый раз я вот вам говорил, что мы можем об этом думать таким образом, что у нас есть две категории, две категории, на самом деле, связанные с этими объектами, объекты и той, и другой, объекты в обоих, это internal вот эти вот категорика T-алгебра, Fc, вот, а морфизмы и, да, то есть на самом деле два категории, да, две-два категории, вот, морфизмы и определяются по-разному, то есть вот в одной категории мы можем, ну, строгие морфизмы определять и строгие натуральные преобразования, вот, а во второй категории мы вместо, ну, морфизмов мы определяем так называемые, вот, лакс морфизмы, вот, то есть вот я просто, ну, и я в прошлый раз даже выписывал полностью аксиоматику на это, сейчас я просто напишу, что мы, значит, делаем еще раз, что если у нас есть вот эти вот A и B, тут некая F, это, значит, наши внутренние категории, то вообще между внутренними категориями есть понятие натурального преобразования, которое делается точно так же, как, ну, между обычными категориями, ну, я тут, ну, оно его можно совершенно формально определить, но, в принципе, в этом нет никакой необходимости, потому что, так как у вас там есть все вот это вот разложение, как в обычных категориях, ну, вы можете на самом деле сами это все легко придумать, вот, и просто можно строгие определить натуральные преобразования в FI, вот, и, значит, когда вот лакс морфизм, вот то, что тут написано, это лакс морфизм, это требуется, чтобы было вот такое FI, не обязательно изоморфизм, конечно, FI не изоморфизм, в общем, ну, никто этого не требует, вот, и, значит, на это есть тоже, и на это есть, значит, некоторая аксиоматика, и потом есть натуральные преобразования. То есть есть, короче говоря, две, два категории. Первая два категория, давайте мы ее назовем вот это вот int, t, c, я не знаю, strict, вот, это два категория, в которой объекты, объекты, это вот эти вот int, t, c, t, морфизмы, строгие морфизмы, то есть без всякого, просто вот это диаграмма, строгие это означает, что вот A и B это эти самые внутренние категории, и вот строго коммутативная диаграмма. Строгие морфизмы, то есть коммутативные диаграммы, t, a, a, c, a, t, b, b, c, b, тут, значит, f, тут t, f, это должно строго коммутировать, вот, строгие, вот, и два морфизма, это обычные вот натуральные преобразования, тоже там строгие натуральные преобразования, вот, ну вот, а вторая категория, это категория, вот, internal t, lax, c, значит, категория, в которой объекты, это то же самое, объекты те же, вот, морфизмы, морфизмы, это lax, вот, и натуральные преобразования, там тоже некоторые такие lax, вот, ну, в общем, я в прошлый раз это все выписывал, там, axiomatik, и, ну, мне ни к чему ее сейчас выписывать, но вот, в общем, если хотите, для желающих можете посмотреть, вот, работу Ботанин Бергер, это уже более поздняя, ну, относительно более поздняя работа, но там это четче написано, это axiomатика, homotopy theory for algebras, homotopy, что-то такое, theory for algebras over polynomial monads, и надо, значит, смотреть в этом деле секцию 5, ну, в общем, все более-менее, вот, и можете, вот, вот, если хотите, можете, вот, там, все это подробно посмотреть, всю эту axiomatik, да? Вот, хорошо, значит, теперь мы пойдем немножко дальше, значит, в чем является, что является нашей, как бы, целью? Нашей целью является некая связь между этими двумя категориями, а именно, вот, вот, мы можем, значит, смотрите, давайте мы вот так сделаем, что вот, значит, смотрите, значит, во-первых, у нас есть терминальная, терминальный объект в С, ну, мы это, ну, если у нас есть все, там, пределы, то он есть, но мы даже предполагаем, что он есть в С, один он называется, тогда, тогда есть, тогда есть вот такая вот терминальная категория, которая порождена одним объектом, то есть не порождена, а просто равна, ну, да, в которой и вот это, и вот это терминальные, да, то есть в которой есть С0, терминальная категория, терминальная категорная Т-алгебра, вот, в которой С0 равно С1 и равно вот эту единицу, вот, ну, то есть это вот такая совсем глупая какая-то терминальная категория, категория т т категория вот то есть например моноидальная категория в которой есть один объект стало быть единица и есть значит единственный морфизм из этой единицы в себя то есть тождественной вот о такой вещи я сейчас говорю это будет обозначаться тоже один вот как категория и дальше я могу рассмотреть вот лакс вот у меня есть c какая-то другая ну да c тут конечно некоторые давайте категория будет такая c как комплексные числа значит c в данном случае будет категорная т алгебра любая и вот я могу рассмотреть лакс морфизма но вот утверждение что это вот это называется internal internal т алжебра значит в т категорной вот этой категорной алгебры c категорной алгебры c то есть грубо говоря если у меня есть моноидальная категория я хочу в ней рассматривать в моноиды вот утверждение что вот такой вот лакс морфизм на самом деле в случае моно демон это в точности моноид в моей моноидальной категории ну то есть это значит по определению лакс морфизма которая где-то там вот писал я должен иметь что ты вот у меня есть единица она отображается c значит тут у меня вот просто вот то что называется вот такое тут у меня t от c вот такое там ну вот это вот кси c да вот и тут tf но его должен быть такая вот история но вот если так вдуматься на самом деле что тут получается вот для монады мон например вот здесь у меня значит т от единицы это дизюнктное объединение по n и тут можно написать там единица единица n раз да вот и то есть просто число n тогда но здесь вот если у меня эта штука переходит значит вот это отображается в категорную алгебру c тогда t от единицы отображается в t от c чем как она отображается естественно она отображается я просто к f применяю значит вот этот вот f то есть у меня n переходят естественно ну в м умножить на м которое вот моноид этот мой вот если единица f переходит f от единицы скажем так равняется м то есть это отображается в некое множество и это вот м это элемент этого множества может даже маленькая написать вот это элемент этого множества то есть это там то что вот некоторый моноид вот значит после этого у меня получается что вот из-за этого у меня n переходит в м на m тут она переходит в c и это будет моноидальное произведение много раз то есть это будет там м на м вот я просто применяю моноидальное произведение как бы в c к этому объекту а если я так пойду у меня тут будет единица и тут у меня будет м то есть у меня должна быть некая 2 стрелка которая вот отсюда бьет сюда то есть у меня для любого n должно быть там из m в степени n в м некоторые там мю н вот и дальше на самом деле из этих аксиом особенно вот из той аксиомы с большими этими там какими-то шестиугольниками которые мы в прошлый раз выписывали следует ассоциативность вот ну то есть грубо говоря вот если у нас есть вот то же самое вот я рассматривал пару лекций назад оператные там алге категорные алгебры надо пиратами то есть у нас значит есть операльная категория то есть в каждой арности у нас категория и в каждой арности у нас есть один объект Так что вот эта опиратная композиция категорий согласована с этими опиратными композициями объектов. То есть вот такая вот очень важная на самом деле история, она дается вот таким вот лаксморфизмом всегда. Вот, для декартовой монарх. Вот, теперь, значит, история про то, что мы хотим определить, значит, классификатор и доказать его существование. Вот, значит, так. Значит, у меня, похоже, немножко заканчивается мелок. Ай! Что ж такое-то? Ну вот у нас, значит, как я говорил, есть лакс-функторы, а есть лакс-морфизмы. Из этого следует, что internal, вот это вот T в C, это у нас некая один категория, на самом деле, в которой объекты, это вот эти вот internal T-алгебры, которые есть такие вот лакс-морфизмы. А между такими лакс-морфизмами я могу взять натуральные преобразования. Если у меня есть две таких там F и G, то у меня есть там натуральные преобразования. Ну, я в прошлый раз говорил, что это такое, просто мне не очень хочется сейчас повторять, поэтому please look at Botanenberg. Вот, и, значит, в результате у меня возникает вот некоторый такой assignment из C в internal T в C. Значит, возникает вопрос, это, значит, их два категории, она отображается там в категории. Вот, возникает вопрос, представим ли этот функтор, представим ли этот функтор. То есть, значит, что имеется в виду, что, значит, утверждение, что существует категорная T-алгебра, то есть моноидальная категория, грубо говоря, или там моноидальная категория, Ht, такая что, значит, C в Ht в C, значит, C это категорная T-алгебра, вот, а это, соответственно, некая другая категорная T-алгебра, и вот тут я беру категорию строгих, категория строгих, вот, функторов и натуральных, не лакс, и натуральных преобразований. Вот, и, значит, с другой стороны, значит, существует такая, что этот функтор, там изоморфен или равен, я не знаю, вот, функтору int T-C. То есть, грубо говоря, что задать моноид в моноидальной категории, это то же самое, что строгий моноидальный функтор из некоторой канонической моноидальной категории, которая в этом случае обозначается дельта плюс, которая есть дельта с пустым этим ординалом, да, и вот мы показывали, что ее HOM, вот, тут имеется в виду же в категорных T-алгебрах строгие отображения, то есть строгие это значит, что умножение переходит в умножение и так далее. То есть, значит, вот, все абсолютно строго, и вот строгие функторы из дельта плюс в моноидальную категорию M, это все равно, что моноиды WM, моноиды WM. И вот такого рода категории называются классификаторы, в том смысле, что они классифицируют вот эти вот, то, что называется internal T-алгебра. То есть, это означает, что на самом деле, но мне это интересует не как представимость как множество, а как функторы в категории, то есть как функторы из два категории в один категории. То есть, что на самом деле это согласовано с вот этими вот, ну, у меня тут вот есть функторы, и между ними есть натуральные преобразования. И тут тоже есть internal, эти вот алгебры, и между ними есть лакс натуральные преобразования, и вот в результате и в этом, и в этом функторе как бы значения принимаются в один категориях, и вот это функторы, как из этой два категории категорииных T-алгебр в один категории должны быть изоморфны. Вот, ну, значит, вот то, что предлагалось, это, ну, я рассматривал кроме этого какие-то там примеры для пират, вот эту вот категорию для пират, на самом деле, она, как я говорил, впервые появилась совершенно не в таком контексте, в непонятном довольно контексте появилась в работе Гинсбурга-Капранова, вот то, что они там на первых страницах, кашуль дуалити for operats, то, что они там построили на первых страницах просто, чтобы дать определение опиратной ассоциативности, это на самом деле категорная опиратная алгебра. То есть они построили для каждого N некую там категорию N, такую, что на них там на всех есть структура опираты и so on. Вот, хорошо, значит, это о том, что происходит, и теперь, значит, собственно, теорема, которую я хочу доказать, и ради которой я все вот это вот игородил, на самом деле, про взвешенные пределы и копределы, это такая теорема, что мы можем просто вот этот вот классификатор написать явно. Значит, на следующей лекции у нас появятся еще относительные классификаторы, и они намного более интересны. Но пока у нас абсолютные классификаторы, и, значит, вот абсолютные, которые, ну, по крайней мере, да, без них невозможно говорить об относительных, но именно относительные связаны с монадными левыми сопряженными функторами. Так что, в общем, да, вот, вот, хорошо, значит, мы, ой, так. Вот, значит, такая вот теорема, она, то есть, явная форма вот этого вот, явная форма вот этого вот HT. Ну вот, значит, говорится следующее, что нужно взять единицы, это, значит, вот терминальный объект в С, терминальный объект в С. И я вот сейчас построю некую сигаловскую, как бы, категорию. То есть она, в общем случае, это не будет никакой сигаловской категории, это будет просто симплициальным множеством. Но вот в случае декартовой монады, это будет, ну, вот, помните, мы рисовали, значит, вот такие вот истории, что у нас было, значит, тут Т от А, то есть было вот так. Ну, в общем, ну, это не совсем, наверное, да. Хорошо, ну, в общем, ладно, давайте напишу. То есть вот у нас было вот так, Т от А, там тут было так, тут было вот Т квадрат, А, тут было так, вот, в общем, и все это там были еще в обратную сторону стрелки. И для любой вообще, не обязательно декартовой, для любой монады, в любой категории, это была на самом деле в том или ином виде резольвета. То есть то, что мы показали. Да, А это алгебра над, да, А. Да, и у нас есть монада С, там монада на С. Вот, А это алгебра над этой монадой. Вот, и, значит, вот, это всегда некое симплициальное множество. Вот, но тут вот оказывается как-то, что можно по-другому поступить, если монада Декартова, но как-то очень похожим образом. Можно на самом деле вот оборвать это все дело здесь, то есть осмотреть только вот этот кусок и написать Т от единицы. Вот, тут написать Т квадрат от единицы, а тут, вот тут будет еще так, а тут вот написать Т куб от единицы. То есть рассмотреть такое вот как бы урезанное симплициальное множество, где вот это вот Д0, это Д1, это вот это С там, а это Д0, Д1 и Д2. Вот, значит, и утверждение, что это будет куском сигаловской категории. То есть что, ну, можно и дальше продолжить, но это не обязательно. То есть что это будет сигаловской категории, можно и дальше продолжить. Вот, и, ну вот, да, и, в общем, да, то есть вот эти вот ДН, то есть в этом смысле вот это вот будут объекты нашей категории, вот это будут морфизмы, как бы, да, вот это будут вот такие вот композиции морфизмов и так далее. То есть что это будет вот нервом некоторые категории. Вот, значит, давайте мы посмотрим, как у нас вот эти функторы пишутся. Значит, один функтор у нас пишется просто как Т от вот такого вот, то есть вот такое вот, это, значит, из Т от единицы в единицу. Это вот финальный такой морфизм, вот, а это будет мю от единицы. То есть у нас есть как бы мю, натуральное преобразование, вот это вот мю из Т в квадрате в Т. Вот, мы можем подставить сюда единицу, а можем вот так. А тут, значит, будут вот какие будут истории. Будет, значит, будет тоже Т в квадрате от единицы, вот от такого. Вот, будет, значит, одна это будет мю от Т от единицы, а другая будет Т мю от единицы, вот так. То есть вот такие вот стрелки. Вот, ну и дальше их легко, естественно, написать. То есть, ну, у нас будет чего там, будет Т в четвертый от единицы, тут будет 4 стрелки, мы начинаем вот с Т в кубе от этого отлицательного знака, потом будет Т в квадрате от мю от единицы, потом будет Т мю от Т от единицы, и потом будет мю от Т в квадрате от единицы. В общем, то, что и так далее. В общем, то, что утверждается, это то, что вот то, что тут написано в случае Декартовой монады, будет Сигаловским множеством. То есть, что выполняется вот это Сигаловское условие, вот. И в частности, вот то, что на самом деле для этого надо показать, это то, что вот эта штука равна, вот у нас тут есть два морфизма, вот это как бы вот из морфизма в объекты, как бы S и T. И в этом смысле вот нам надо показать, что у нас вот возникающее, значит, вот, соответственно, отображение, это в точности вот представление вот этого как прямое произведение вот этого над объектами. Вот. Ну и это на самом деле делается, значит, каким образом? Делается так, что мы можем, ну, у нас одно из условий Декартовости, это то, что у нас любое натуральное преобразование должно давать Декартов, то есть вычисление этого натурального преобразования мю, да, на любом вот этом таком вот, T, B, вот это, значит, мю А, вот это мю Б, а это, соответственно, некое, там, T, F, и это T квадрат, F. Это должен быть, там, Декартов квадрат. Вот мы берем и берем T от 1, значит, вот, а тут берем T квадрат от 1. То есть у нас, грубо говоря, вот есть две алгебры, T от 1, F отображает ее просто в 1. То есть мы берем вот такое вот F в этой диаграмме. После этого мы, значит, пишем саму диаграмму. Мы пишем, значит, вот, что у нас тут стоит T квадрат от 1, тут стоит T от 1, тут стоит T куб от 1. Причем вот эта вот стрелка, это, соответственно, получается мю от T от 1, да, вот тут получается T квадрат от 1, это мю от 1, а это, значит, T от отображения в финальный объект, а это T квадрат от отображения в финальный объект. Вот, ну и, в общем, отсюда, значит, следует, что вот у нас, получается, значит, вот у нас есть мю от T от 1 с этой стороны, да, и есть, вот, и есть T квадрат от финального, то есть вот эта стрелка и вот эта. Это в точности первая и третья здесь, а вот этой у нас тут нет. В общем, короче говоря, из этой диаграммы, во-первых, она декартова, это вот следует из декартовости монады, и, во-вторых, отсюда следует, что вот эти вот две проекции, то есть вот эти две штуки, они вот на самом деле являются вот этими вот проекциями. Ну, надо там еще дальше немножко показать, но, в общем, в сухом остатке отсюда следует, что для декартовой монады это будет некоторая сигаловская категория. Значит, вот, то есть вот это вот, на самом деле, еще раз, я пишу такую вот категорию. Давайте я тут вот напишу, T от единицы, значит, тут будет вот так вот, T квадрат от единицы, и тут будет T куб от единицы, вот. И вот это вот, значит, является начальным куском нерва этой категории, и это будет некая категория. Значит, то, что это нерв, некоторые, давайте там обозначим эту категорию как-нибудь, я не знаю, там, допустим, мы ее обозначим, там, я не знаю, ну, я не знаю, какую-нибудь странную букву надо ввести, не очень употребительную, ну, даже я не знаю, что за буква. Можно сказать, буквы Щ. В общем, какой-нибудь буквой, давайте там буквой О. Вот пусть это будет вот нерв, это будет, значит, вот эта штука, это нерв, нерв категории О. Вот, да, вот это вот мы вот видим из этого условия, что выполняется сегаловское условие, то есть это начальный кусок нерва некоторой категории, но там надо чуть-чуть еще больше повозиться с этими декартовыми условиями, чтобы действительно показать, что это декартово, ну, что это интернал вот эта вот категория, но на самом деле основная вещь это вот то, что я тут сказал, как бы, вот. Ну, надо тут какие-то больше тождества доказать, конечно, но, в общем, основная это вот эта. Вот, но это, ну, в итоге, О все-таки плохая история, ну, я не знаю, пусть будет Y. То есть некая категория Y. Вот, значит, что такое Y? Y это, значит, во-первых, это, ну, вот то, что называется internal C категория, да, то есть это, ну, ну, в данном случае у нас вот это все, это объекты нашей категории C, то есть получается, что мы вот в этой категории Y у нас там объекты, это некие объекты нашей категории Y, это какой-то там объект категории C, там, морфизм, это тоже объект категории C и так далее, то есть это internal T категория, и более того, так как каждый член является просто свободной вот этой T-алгеброй, ну, в общем, понятно, что это, она является и категорной T-алгеброй тоже. То есть это вот некий вот аналог такой моноидальной категории. Собственно, вот утверждение, что эта штука, она будет в точности, на самом деле, наверное, стоит это напомнить еще раз, это будет вот в точности вот этой вот категории дельта плюс, и сейчас, когда мы все это так хорошо и красиво выписали, это действительно можно показать. То есть вот давайте рассмотрим случай вот этого вот мон, вот, монады мон на множествах, вот, и рассмотрим вот то, что тут написано, то есть, значит, вот, ну, да, и там вот утверждение, ну, вот мы из общих соображений знаем, что это будет нервом некоторой категории. Значит, утверждение, это нерв, это, ну, вот, нерв вот этого вот дельта с плюсиком. Вот, ну и как, собственно, еще раз это там надо показывать, то есть вот t от единицы, как мы знаем, это вот, ну, не знаю, там, дизюнктное объединение по n больше либо равно нулю, просто единица, там, единица, единица, которую мы как можем как n обозначить просто. То есть это объектом этой, ну, элементом этого множества является просто число n, это множество натуральных чисел, начиная с нуля. Значит, элементом вот этого вот t квадрат от единицы, это, значит, дизюнктное объединение по k больше либо равно нулю, и тут, значит, у нас n1, так далее, nk, где каждая n и t тоже больше либо равно нуля. Вот, ну, когда мы второй раз это применяем, вот. И вот у нас есть два отображения, одно из них это t квадрат от отображения финального объекта, то есть вот отображение финального объекта, это у нас каждая n и t, значит, попадает в единицу, то есть у нас, значит, вот это вот t от, как оно тут, сейчас, t от финального объекта, вот, от финального вот этого морфизма, это оно у нас бьет n1, nk, значит, просто в k. То есть оно у нас это переводит в k, потому что каждая n и t переходит в единицу. Вот, а еще есть вот это вот, mu, а t от единицы. Значит, вот это вот mu, она просто берет и дизюнктно складывает вот эти вот множества, как вы помните, да, то есть, значит, поэтому у нас mu вот это вот от t от единицы, она переводит n1 и так далее, nk, она на самом деле переводит в n1 плюс nk. Вот, и в результате у нас получается, что если мы хотим вот то, что у нас стоит вот здесь, интерпретировать как морфизмы в нашей категории, на самом деле у нас возникает морфизм из n1 плюс nk элементного множества в, значит, k элементное множество. Вот. Ну и понятно, что это за морфизм. Это просто морфизм, у которого прообразы, значит, состоят из n1, nc, nk точек. Причем эти прообразы могут быть пустые, если они состоят из нуля точек. То есть в случае нуля у нас, значит, сочетается. Ну вот, и дальше можно там дальше еще чуть-чуть дальше повозиться с этим t в кубе и можно посмотреть, как устроена композиция. И действительно можно посмотреть, что то, что у нас получается, это вот морфизмы вот этих ординалов, то есть из дельты. Но только я тут немножко нетрадиционное обозначение использую. Я должен был бы написать минус единица здесь там и написать вот такие какие-то вещи. Ну чтобы это вот, ну у меня просто без минус единицы, это просто ординал вот с таким количеством элементов. И морфизм просто сохраняющий порядок. Ну про сохранение порядка, строго говоря, мы пока тут не увидели. Ну на самом деле это вот можно, ну хотя бы почему не увидели? Если бы они не сохраняли порядок, было бы больше морфизмов. То есть если мы говорим, что вот они ровно такие. Не, ну в общем, строго говоря, нужно еще посчитать вот этот вот кусок и посмотреть, значит, как устроен вот этот. Тогда мы уже будем знать про эту категорию совершенно все. Вот, и в сухом остатке мы будем знать, что это категория дельта плюс. И мы знаем, что она является, значит, в этом классификатором абсолютном. То есть вот хомы из этой дельта плюс строго моноидальной, моноидальную категорию M строгие, это то же самое, что моноиды в этом самом вот M. Ну и мы это тоже, повторяем, ну, знаем, да, потому что, ну, у нас там вот тут есть объект, у нас есть объект минус один, то есть ординал, он должен, значит, переходить в единицу, а есть объект 0, то есть, значит, это фигня, в которой один элемент, он перейдет в какое-то M. Ну и дальше там 0 умножить на 0 будет 1, а тут будет M умножить на M. В общем, на самом деле можно показать, что строгий такой моноидальный функтор это в точности моноид в M, ну вот с единицей, то есть моноид в самом классическом понимании. Вот, ну вот, собственно, утверждение, что такое верно для любого, для любой декартовой монады, что вот классификатор можно получить таким образом, ну и при желании можно действительно эту всю формулу вот раскрутить примерно вот на такой вот манер, как мы сделали тут, и показать, что это такое на самом деле, да, то есть вычислить эту категорию. Вот, значит, давайте я теперь скажу, теорема, значит, сформулирована, да, понятно сформулирована? Я скажу, как это доказывать, как это доказывать, скажу. Так. Ну, в общем, значит, вот доказательства. Вот, ну вот довольно странная, я бы сказал, идея, значит, она использует эти взвешенные вот эти пределы и копределы, то, что называется descent и co-descent, то есть это означает, заметьте, что мы рассматриваем тут функтор из delta op в категории, то есть вообще говоря, у нас из delta op во множество, да, функтор, вот здесь. Ну, например, если это там во множествах, ну, да, вот, но на самом деле мы можем считать множество просто дискретные категории. То есть вот это вот, это на самом деле вот к этому ко всему можно относиться просто как к дискретным категориям, если мы в случае множеств находимся, дискретные категории. Ну, или если мы находимся в c, можно относиться к этому как к c как бы категориям вот этим вот внутренним, но при этом дискретным, то есть в которых есть только объекты, а все морфизмы тождественные. Ну вот, ну, в общем, короче говоря, вот у нас реально, если мы вот будем иметь в виду, что множество можно рассматривать как дискретные категории, нам это будет полезно, то мы будем иметь вот такой вот функтор x, или, да, x. Ну, раньше у нас x был для, для ко пределов у нас был y, но теперь нам деваться некуда, потому что мы y назвали вот эту вот категорию нашу странную, поэтому, значит, придется его переобозначить x. Вот, я хочу рассмотреть, значит, вот это вот x, я хочу рассмотреть, ну, или нерв, я не знаю, как угодно. Я хочу рассмотреть вот некое w из дельты в cat, которая переводит n вот в эту вот категорию и n. Вот, значит, вот взвешенный колим v, там x называется, кодесцент, кодесцент, а лим v, ну, от некоторого там x-штрих, которая другой ковариантности, соответственно, называется десцент. Вот, значит, то, что я хочу доказать, это следующее. Значит, лема такая, рассмотрим, рассмотрим, сначала давайте мы будем во множествах это все делать, просто вот это проще, потом это автоматически на наш случай распространится. Рассмотрим ординарную категорию, ординарную категорию, там, не знаю, категорию, там, P. Ну, не, P плохо, там, ну, C уже слишком много, я не знаю даже, ну, пусть будет снова C. Ладно, значит, хорошо. Значит, ординарную категорию C, тогда по ней можно построить нерв C. Нерв, это, значит, будет объекты C в степени 0, там будут, соответственно, там, морфизмы C в степени 1, тут будут морфизмы, как бы, вот, если вот так написать, C в степени 2 и так далее. Вот, значит, вообще говоря, это множество, но множество мы можем рассматривать как дискретные категории. Поэтому мы можем рассмотреть вот это вот как наш x, вот это будет наш x. То есть это, значит, некий функтор из delta op в категории, потому что это хоть и множество, но мы знаем, что они дискретные категории. Вот, и тогда, значит, лема, утверждение вот нашей лемы сводится к тому, что тогда, значит, вот, калим, вот, в смысле вот этого V от нашего, ну, вот, допустим, нерва C, я все-таки буду лучше вот так вот обозначать, вот, это в точности C. Вот, то есть мы можем вот вернуть, как бы реконструировать по нерву нашу категорию. Ну, в общем, довольно тавтологичное замечание, и мы его сейчас довольно быстро, значит, можем доказать, но только вот проблема заключается в том, что, как я в прошлый раз говорил, что вообще, в принципе, вот, копределы считать труднее, чем пределы. Поэтому нам бы хотелось все-таки свести все это дело к подсчету предела, а не копредела. Потому что, ну, например, если мы просто даже в обычных категориях хотим посчитать пределы или копределы, то пределы, они коммутируют с правым сопряженным, то есть с забывающим функтором в один глобулярное множество, и поэтому очень легко посчитать соответствующий К предел как предел глобулярных множеств, а потом просто увидеть, что там есть структура категории. Вот, а вот в случае К пределов это более сложная история, и, в общем, есть некая там классическая работа, по-моему, ВОЛФ, если я не ошибаюсь, но я могу, если кому интересно, можете написать, я могу послать. Вот будет древняя работа, где там это все в деталях делается, тоже там с какой-то монадной техникой. Ладно. Я правильно понимаю, что мы сейчас, значит, у нас есть W из DELTA в CAD, есть из CAD в SCR, и мы хотим, и есть DELTA в SCR, и мы хотим построить... Сейчас, извините, я немножко... еще раз, повторите... Нет, ну вот то, что тут написано, смысл этого уже не может быть непонятен, мне кажется. Нет, я не могу сказать, что мы это строим сейчас. Мы вот это хотим доказать. Пока. Нет, ну вот у нас NC, это функтор из DELTA OP в категории. Вот это вот, вот то, что тут стоит, это из DELTA OP в категории, только, ну, в дискретные категории, во множество, но мы множество... То есть у нас тут стоит, короче говоря, взвешенный копредел дискретных категорий, но при этом веса не дискретные. Вот, и мы можем в результате вычисления копредела получить нашу исходную категорию, которая тоже ни разу не дискретна. Настоящая категория. Вот мы можем так... Это все понятно. Вы другое что-то говорите. У меня старт. Давайте, да. Я уже все понял. Понял. Ну, смотрите, ладно, как хотите. Может, после декабря, спрашивай. Хорошо. Ну вот, но я, значит, сказал, вот если желающие могут... Я не помню, естественно, какая-то древняя работа этого Вольфа, но там четко все написано. Мне когда-то там что-то такое надо было, я все прочитал. Ну вот, было понятно. Вот. Значит, я хочу, значит, доказывать, да, что вот эта вот история является, значит, вот этому сам С. Ну и я буду доказывать, я хочу это дело свести копредел. То есть, видите, вот я вторую линию буду использовать на верхней доске. То есть, я для того, чтобы это было копределом, мне нужно вот... Я возьму любую другую категорию X. Вот X это будет, значит, нет, это у нас нерв называется. Я возьму пусть X любая категория. Любая ординарная категория. Любая категория ординарная. Вот, тогда я хочу посчитать, я хочу доказать вот это. Вот то, что тут написано. Значит, я хочу доказать, хочу доказать, что, значит, вот С от X это, значит, категории, да. То есть, я же должен вот тут заметить, что я тут рассматриваю внутренний хом. То есть, внутренний хом, это значит, я рассматриваю функторы. У меня мю это кат. Вот в том, что я делаю, мю это кат. То есть, когда я говорю про внутренний хом, я говорю на самом деле про функторы и натуральные преобразования. То есть, я хочу показать, что вот это вот, это то же самое, что кулин WNC в мое X. Вот, ну, значит, вопрос, а что я должен для этого показать? Ну, вот, чтобы вот я хочу вот это вот как-то по-другому написать, каким-то более разумным, что ли, способом. Ну, вот у меня есть вот вторая вот эта вот история, вот второй член. То есть, я должен, значит, написать чего? Я должен написать, ну, надо что-нибудь стереть, я не знаю. А тут, что, давайте вот это сотру, а то иначе будет все равно негде писать. Ну, в общем, да, то есть, мысль сейчас заключается в том, что я хочу просто вот мою вот эту вот историю про ку-пределы свести к истории про пределы. Ну, и понятно, что вот тут это и происходит, и для этого мне все вот это вот и нужно было на самом деле. Я в прошлый раз пытался вот без вот этого вот какого-то обозначения там или бэкграунда, вот, то есть, на самом деле, я в прошлый раз дошел вот, по сути дела, до этого места, но было уже настолько непонятно, что я понял, что надо как-то по-другому. Так, надо уже скоро заканчивать, так, все-таки ни в какие ворота не лезет. Ну, в общем, короче говоря, я для того, чтобы посчитать вот отсюда, значит, калим в НС, вот, в Х, да, я по моей вот этой, второй строчке, я понимаю, что это то же самое, да, что я из cat, из дельты в cat, вот, считаю из моего W, вот, а тут, значит, я считаю внутренний home из вот этого вот НС, ну да, в Х, то есть где Х рассматривается как, ну, постоянно, значит, что-то написано. Вот здесь у меня, значит, вот это вот, да, это некоторые функторы из дельта оп, то есть, на самом деле, из дельта уже в, во что только, в cat, да, потому что вот это, на самом деле, функторы из дельта оп в cat, это просто cat, который я рассматриваю как вот этот вот, как бы, постоянный функтор, то есть у меня есть как бы две категории, значит, при каждом элементе дельта у меня возникает вот такая вот категория, в которой объекты, там, при ноль, один, два, возникает категория, объекты, который, это значит, соответственно, функторы, а морфизмы, натуральные преобразования. У меня, получается, вот здесь вот стоит функтор из дельта в cat, и я просто должен взять теперь натуральные, как бы, преобразования, вот в этом смысле, из другого такого вот функтора, из W, вот, которая тоже есть из дельта в cat. В общем, вот это вот то, что мне нужно, как бы, посчитать, вот, и, значит, и мне надо показать, что вот если я вот это вот посчитаю, мне надо отождествить вот это вот, вот это моя задача с вот категорией, которая есть из C в X. Если я вот это вот докажу, то я таким образом вот по универсальному свойству докажу, что вот этот вот калим, это мое, значит, вот то, что мне, понятно, да? Ну вот, ну, в общем, значит, на самом деле есть некоторый общий рецепт, то есть можно теперь на самом деле рассмотреть просто немножко общую, более общую ситуацию, когда у меня есть некое E, E0, там уже косимплициальная вот история, то есть это, значит, E1, вот, значит, какая-то такая E2, это функтор из дельты в cat, не из дельты, а из дельты, значит, пример, это я просто беру, и E это равняется NC это в мое X, то есть вот будет применяться вот к этому примеру, то есть вот категория такая, где вот эта дискретная категория, вот, но, в принципе, я могу рассмотреть просто, вот, сейчас это example, вот, эта скобка закрывается, вот, то есть я могу, значит, вот рассмотреть такую диаграмму категории косимплициальную, вот это дельта cat, и я хочу посмотреть, что такое лим из этого дела, значит, давайте ее E обозначим, вот, что вот это вот такое. Ну, то есть его можно просто явно написать, а потом применить вот к этому нашему частному случаю, и увидеть, что то, что мы получим, это на самом деле ровно вот эта вот категория, вот. Ну, давайте я напишу некий ответ, значит, что такое вот этот вот лим вот в этом вот случае, в общем, после этого мы это дело докажем, значит, вот это некая категория, да, это некая категория, вот этот лим, значит, кто его объекты, его объекты, это, значит, пары А, Ф, где А, это Е0, 0, вот так я буду таким, этим самым обозначать то, что это объект, а Ф, это Е1, 1, то есть морфизм, причем это морфизм из Д0, вот это будет Д0 и это будет Д1, из Д0 А, Д0 А в Д1 А, вот. То есть можно написать, что Ф из Е1 из Д0 А в Д1 А. Значит, тут надо понимать, что у нас вот это все функторы категории, уже ни разу не дискретных, поэтому, когда я применяю вот Д0 и Д1 к объекту А, то я получаю объект в Е1, то есть вот эти вот Д0 А и Д1 А, это объекты в Е1, и вот, собственно, данные заключаются в том, что мне нужно выбрать морфизм в Е1 из этого объекта в этот, вот, с некоторыми еще дополнительными свойствами, а именно, что вот это вот С0, если я теперь применю, такое, что С0 от Ф равняется identity от этого А, identity, соответственно, в Е0 от А, и еще одно условие, что вот тут у меня есть другие Д0, Д1, Д2, и имею в виду вот этот вот пример, ну, я, то есть, об этом думаю точно так же, как о нерве. Я, значит, ИД1Ф, вот, то есть это, значит, как бы морально это соответствует вот в обратную сторону функтора, у которой вот центрально, то есть не экстремальному оператору граней, и он делает композицию, да, и вот это должно быть равно произведению Д0 от Ф на Д2 от Ф, равняется Д0 от Ф на Д2 от Ф, и это берется, значит, произведение, композиция. Вот, ну, то есть, значит, мы все, значит, это про объекты все, это морально, значит, ну, вот, еще раз, надо иметь в голове вот этот вот, держать в голове вот этот вот пример, и мы берем композицию, как бы вот, если у нас в нерве есть такая вот история, то у нас одна стрелка сюда, это вот М, это композиция, а другая, это две проекции, значит, первая проекция и вторая проекция. Ну вот, и хочется сказать, что вот это вот на самом деле композиция двух проекций, да, но вот оказывается, что в общем случае получается так же. Вот, вот это можно показать, я сейчас попробую доказать, вот, но я еще не сказал про морфизмы, значит, а морфизмы из, значит, вот А, Ф в Б, Ж, это некоторый морфизм У, это У из Е0, 1, который из А в Б, то есть это уже морфизм в Е0, и из А в Б такой, что, значит, он дает обычную коммутативную диаграмму, то есть как бы натуральное преобразование. В каком-то смысле, то есть, что вот Д0, У, и если взять Ф теперь, вот, который здесь принадлежит, это то же самое, что взять Ж и Д1 от У. Ну вот, в общем, вот это вот я описал, и, значит, утверждается следующее, что если я теперь вычислю вот то, что я тут понаписал вот в этом моем примере, то я приду довольно элементарным методом, значит, вот к этому. И это будет часть, как бы, задачи. А именно, ну да, то есть это именно я покажу, что, ну, я как бы покажу, что хом из этого моего того, что нужно показать, что есть классификатор, что строгие моноидальные функторы из этого, ну да, то есть, грубо говоря, вот я хочу строгие моноидальные функторы из моего классификатора, в любую другую Т-алгебру категорную, вот так вот определить как бы в компонентах, а после этого я хочу на самом деле, потом я это все сделаю как бы в Т-алгебрах, и потом я, ну, сведу, так как у меня вот здесь стоят свободные Т-алгебры, вот, я могу понизить степень Т на единицу, то есть я могу как бы сказать, что отображение вот в Т-алгебрах, в Т-алгебрах, да, отображение там из Т-С в любую другую Т-алгебру там Д, вот это две Т-алгебры, и вот если взять категорные какие-то Т-алгебры, или неважно что, любые, вообще на самом деле любой лимонады, вот это то же самое, что Т-алгебры в какой-нибудь категории этой самой, это то же самое, что морфизмы вот в этой категории из С в забывающие о Д, то есть, ну, собственно, это и говорится обычно, когда мы говорим про монад. То есть я теперь, значит, сначала я, значит, вот все вот это вот представил в таком вот симплециальном виде, после этого, так как у меня вот здесь вот стоят вот эти вот Т от единицы Т-квадрат и Т-куб, то есть свободные алгебры, я использую вот эту вот редукцию. Да, в принципе, мне, конечно, надо вот эту вот историю доказать будет не только уже потом для категорий, а для Т-алгебр категорных, но это оказывается вот удивительно на самом деле, трудно в это поверить, но оказывается, что это ровно за ту же цену. То есть что мы потом будем вот везде тут поставим Т-алгебры, просто вообще везде, и это будет абсолютно за ту же цену, хотя изначально можно даже спросить себя, с какой стати вот этот вот халимит этот взвешенный будет категорной Т-алгеброй. Но оказывается, что он будет, что это очевидно, и что если я везде вот здесь вот проставлю вот эти вот Т-алгебры, это будет за ту же цену. Вот, а значит, дальше, дальше, значит, я, ну, да, дальше я буду вот, используя вот этот вот трюк, как бы понижать, ну, степень, то есть вы понимаете, да, что если я беру, например, тензорную алгебру векторного пространства и отображаю ее в алгебрах, в алгебру А, то это то же самое, это тензорная алгебра векторного пространства, а вовсе не монада там Т, то это то же самое, что хом просто в векторных пространствах из В в А. Вот я могу это сделать для любой монады, я могу это понизить, вот эту вот степень Т, вот, после этого я, значит, от вот, вот тут вот от этого хома в категорных Т-алгебрах перехожу просто там от хома просто в категориях. И оказывается, что когда я это делаю и считаю потом вот те же самые вот эти вот калимиты, у меня получится как раз вот эти вот internal T-алгебра, то есть вот моноиды в моноидальных категориях. И все это получается вот совершенно автоматически. Почему это работает, я не знаю, если честно. Давайте, значит, у нас времени уже мало, ну, чтобы весь этот план реализовать, уйдет очень много времени, поэтому я предлагаю следующее. Чтобы хоть что-то доказать, давайте я докажу, что вот лимит взвешенный вот такой вот косимплициальной категории задается, как я тут сказал. А все остальное мы оставим на следующий раз, да, нормально? Ну, просто иначе это уже совсем неприлично затянется. Ну, хорошо, давайте мы это сделаем на сегодня. Вот, то есть покажем, значит, что… Ну, тут написано, конечно, как-то так немножко хаотично, но трудно. Ну, в общем, я думаю, понятно, что вот у нас есть объекты вот и есть морфизмы. Вот, это определяет, значит, некую на самом деле категорию. И мы хотим показать, что эта категория – это в точности лимит вот этого вот дела. Ну, значит, смотрите, что нам нужно на самом деле показать для этого. Вот, по… Ну, да, то есть вот нам нужно посчитать вот такую вот вещь. То есть нам нужно, ну, вот, посчитать вот эти вот категорные, вот этот соединенный член. Ну, и давайте… Не, ну, да, я извиняюсь, я немножко не то сказал. Я уже вот три часа… То есть вот в общем случае, значит, у нас… Да, что, мне нужно… Значит, да, мне… Сейчас, что-то я немножко, значит, запутался. Мне кажется, сейчас, секундочку, мне кажется, я тут немножко потерял, что ли, мысль. Да, то есть вот, собственно, то, что я хочу использовать, это то, что вот этот вот лимит… То, что у нас было, когда мы там доказывали вот последнюю часть вот этой вот икса там какого-то, это было, что это просто вот из V в D, то есть просто вот эти вот натуральные преобразования из V в F. То есть вот я вот на самом деле этой формулы тут, к сожалению, не написано. Ну, это вот то, что у нас было там x' какой-то, не знаю. Ну, в общем, давайте будет там, ну, не знаю, там x' такой, x' тоже, вот. То есть для любого такого вот функтора на самом деле лимит считается вот как натуральные преобразования. Но это у нас много раз фигурировало, особенно когда мы вот последний вот этот шаг, да, делали. Помните, да, то есть вот это у нас было. Вот, все, тебе, значит, нам надо просто посчитать, вот у нас есть вот x, это наше E, и нам надо посчитать натуральные преобразования. То есть нам нужно посчитать hat delta, и тут нужно посчитать из нашего W вот в это вот E. Вот это вот нам нужно посчитать. Ну, да, и что это значит? Значит, ну, то есть это означает, что нам нужно, значит, для нуля, у нас W от нуля, это у нас, значит, вот просто точка, W от единицы, это вот такая вот категория, и W от двойки, это вот такая вот категория, да. Вот, ну вот мы, значит, должны это дело как бы посчитать. Ну, и дальше оно, конечно, продолжается, но посчитать достаточно так. Вот, ну, значит, что, во-первых, что мы тут видим? Что, ну, натуральные преобразования, это некая там есть натуральность, но, ну, да, то есть сначала нам надо написать, значит, функторы, и потом, значит, вот категорию натуральных преобразований. Ну, вот натуральные преобразования, это когда мы будем морфизмы считать. Это вот это вот, вот эти U. А объекты, значит, это просто функторы, да, то есть объекты, объекты, это функторы, функторы из W в, значит, в E, да? Правильно я говорю? Вот, значит, еще раз, у нас тут есть, ну, да, то есть мне нужно посчитать натуральные, ну, да, то есть вот функторы, и потом, значит, Homo, это натуральные преобразования, да. Значит, как у нас, что такое функтор? Функтор, это, значит, вот я должен вот такое AF получить. Значит, это должен быть функтор, это некое отображение из W0, из W0, значит, то есть из точки в E0, то есть это, значит, действительно некоторый объект А из E0, да, потом должен быть, значит, некоторый функтор из такой вот категории, значит, в E1, то есть, значит, вот из такой вот категории, вот W от единицы, я должен отобразиться, значит, в E1. Значит, вот спрашивается, что это значит? Вот, при этом это, значит, вот это отображение, оно, то есть это, во-первых, вот эта стрелка, она должна перейти в некоторую стрелку в E1, стрелка в E, то есть морфизм в E1. Теперь спрашивается, морфизм откуда, куда? Ну, на самом деле, из того, что это все должно быть все-таки вот функториально по этой дельте, следует, на самом деле, что начальная и конечная точка этого вот, этой стрелки в E1, это ровно вот те два объекта, которые в E1 мы получим вот при таких вот, как бы, образах, да, то есть, на самом деле, стрелка из, вот, D0, A в D1, A. Ну, в общем, понятно, да, почему это, то есть, мы как бы просто из того, что мы хотим, ну, у нас же эти категории, вот, они являются функтором из дельта в категории, то, что мы строим, должно быть функториально по дельта, из этой функториальности это следует, вроде понятно, да, мне кажется. Вот, ну, ну, и на самом деле, тут можно дальше, ну, я не знаю, я уже, наверное, ну, очень можно, можно на самом деле это все уже вывести совершенно строго, что потом у нас, значит, есть дальше, там, две вот этих вот стрелки, и тоже там из функториальности мы выводим, ну, у нас есть там три морфизма из V от единицы, V от двойки, там, дельта, и мы там из этого выводим, значит, что, ну, вот, выводим, что, значит, вот это вот соотношение. Ну, в общем, я не знаю, но, в общем, короче говоря, вот, если мы такое вот считаем, ну, понятно, что это можно совсем точно сказать, это не есть сложно, то есть у нас, вот, мы считаем некую категорию, которая при каждом, там, элементе из дельты, она есть, ну, то есть, скорее, который, объект, который, это функтор, вот, функтор из W вот в это самое E, вот, а, да, дальше и там натуральные преобразования. Вот, ну, в общем, на самом деле то, что мы получаем, это вот мы получаем такую вот категорию, и, в общем, это довольно, мне кажется, понятно. Вот, а дальше мы можем это дело применить, значит, вот, к той ситуации, когда у нас наше E, оно, вот, собственно, как вот в этом примере, вот, из N, C в X, и увидеть, что, на самом деле, вот эта вот категория десента, которая тут написана, это, значит, в точности наша исходная категория C. Ну, в общем, я думаю, что на этот момент, к сожалению, нужно закончить, потому что тут еще много есть, что говорить, и по времени уже его не хватает. Вот, ну, в общем, я это все внесу ясность, получается, в следующий раз. Да, нормально? Ну, все. Да, значит, на сегодня. Да, это все. Да, это. Продолжение следует...